Ну что ж друзья, наидобрейшего всем времени суток, как всегда с вами Догбраун, а на ваших экранах Икарус Онлайн и данное видео будет, скажем так, обзором закрытого бета-теста Икарус Онлайн под знаменами 101XP. Да, это важно. Данный ролик не является обзором самой игры, там игры на евросервере, на корейском, нет. Сейчас мы поговорим конкретно о закрытом бета-тестировании Икаруса от 101XP. Очень много было вопросов в мой адрес, что Догб, а стоит ли покупать наборы раннего доступа Догб, а вот есть деньги, может стоит купить самый дорогой набор. На этот вопрос я тоже в этом видео вам отвечу. Итак, давайте, собственно, поговорим о том, что же происходит сейчас, в данный момент, на закрытом бета-тесте. А происходит, ребят, такая картина, что ёжики кололись, но продолжали жрать кактус. Вот, собственно, так выглядит закрытое бета-тестирование Икарус Онлайн. То есть, по сути, мы с вами те самые ёжики, которые хавают кактус больно, но продолжаем. Почему больно? Претензий к самой игре у меня нету, я повторяюсь, это не обзоры Икаруса, это обзор именно ЗБТ. А на ЗБТ, ребята, именно от 101XP есть большие проблемы. Как бы там ни было, но политика компании меня очень смущает, на самом деле. То есть, то, что они делают, как они это делают, но да ладно. Дюпы. Это, наверное, просто фишка какая-то у 101XP. То есть, как были дюпы в Блесе, так есть дюпы и сейчас. Причём дюпали и шмо, дюпали и голду, и хотя... Нет, я, конечно, понимаю, что они потом резко заявили, что да-да-да, мы всё, мы нашли эту дырку, мы залатали. Но залатали они только дырку с дюпом шмота. А с дюпом голды буквально через несколько дней мне пишут Дог цени и показывает чувак, как он просто берёт и нагло дюпает голду. То есть, причём там просто в промышленных масштабах. Ну, а это уже сами понимаете. А это уже дисбаланс. А это уже падение стоимости самого золота, игровой валюты. И, само собой, заоблачные цены на всё. Потому что, если голды дофига, то, естественно, стоить всё будет просто немерено на аукционе на том же. Но чёрт с ним с золотом. Да, это плохо, это ужасно. Надеюсь, это пофиксит. Иначе просто честным игрокам в Икарусе будет делать совершенно нечего. А по поводу шмота. Шмот в Икарусе это отдельный разговор, отдельная тема. Я не буду рассказывать вам, как точится шмот, как он прокачивается и так далее. Опять-таки, на это будет отдельный ролик. Кому интересно, тот посмотрит. Но, чтобы собрать себе офигенный шмот в Икарус онлайн, вам нужно потратить дофига много времени. Буквально до нескольких месяцев. Но здесь, в данной ситуации, люди путём дюпа подняли себе офигенный топ-шмот практически за первые несколько дней. Вопрос. 101 XP. Это ведь называется дисбалансом. Я понимаю, что это за БТ. Я понимаю. И я понимаю, что дюп шмота вы закрыли. Но, меня пугает ваша политика. Политика того, что пацаны надюпали себе и им это сошло с рук. Вот это меня пугает. То есть, никто не задаётся вопросом, что, блин, а может быть забрать надюпанные вещи? Забрать надюпанную голову? Привай, что за БТ. Я понимаю, что закрытое БТ-тестирование. Но просто прошлый ваш проект совершенно показал прямо, что забирать дюпанные вещи для вас это чудовищно долгий процесс. Вы на протяжении двух месяцев пытались забрать шмотки и золото, которое надюпали. И то у вас это не получилось до конца. Кого-то, да, убрали. Но не у всех. Не у всех. И тут сейчас возникает вопрос. Ребята, а вы это делать вообще научились? А вы можете забирать надюпанные шмотки? То есть, ладно, пускай человек надюпал. Но пускай его не забанили. Да, это за БТ, это тестирование. Пусть его не забанили. Но почему не забрать шмотки-то? То, что он надюпал. Верните ему то, что у него было до дюпа. Вот этот обычный хреновый снаряд. Пускай он там не тсуется. И всё. Но нет, вы этого не делаете. И вот эта политика пугает больше всего. Потому что если такая же политика останется на открытом бета-тесте. Ну, можно ставить крест. Просто можно сразу хоронить. И это обидно, потому что к самой игре у меня нет претензий. Игра обычная. Игра нормальная. Она уже старенькая, она не новая. Но поиграть в неё можно. Можно в неё поиграть. Но только с учётом того, что игра будет честной. А если там есть такие дюпальщики, то просто автоматически делать в игре нечего. Потому что играть в такой ситуации, когда в пвп тебя выносят с двух-трёх ударов, потому что чувак уже разодетый, это ненормально. Такого быть не должно. Собственно, я не знаю. Я очень надеюсь, что этого не будет на открытом бета-тесте. Но вот эта вот политика того, что типа, ну на дюпали, ну и фиг с ними. Дырку с дюпами мы закрыли. А на дюпаные шмотки оставили. Это меня пугает. И думаю, не только меня одного. Это плохо. Далее, что хочется сказать, это лаги. Это тоже какая-то... Это просто бич. Это вот прям вот ахиллесовая кота проектов. Про блес я вообще молчу, потому что там лаги были просто крышесносные. Но я думаю, те уже заметили, что на ролике явно видно резкие, внезапные проседы фпс. На видео это видно. Я не стал вырезать, я просто снял геймплей и вот запилил его сюда. Игра фризит на ровном месте. Причем, ты находишься в закрытой локации. Сюжетной, там где ты проходишь квест. Фпс хороший, но он периодически резко проседает. Причем, одно дело, если, знаешь, туда проседает он с 90 фпс на 60. И если верить счетчику, который выбеет, то примерно так это и бывает. Но при записи бандикамом я прекрасно видел, что фпс падает в ноль. То есть картинка порой замирает полностью. А потом отлагивает и продолжается опять стабильный фпс. Как, черт побери, это что, особенность движка именно. Нет, я понимаю, что CryEngine не идеальный движок, потому что тот же Арчейдж, он тоже подлагивает, но не так сильно. Но, простите, Арчейдж выглядит покрасивее, чем Икарус. То есть, да и локации там помассивнее, да и мир там, ко всему прочему, открытый, без подгрузок. В то время, когда, простите, в Икарусе это не открытый мир. В Икарусе локации загружаются, переходы между локами грузятся. И они подлагивают, ребят. Оно реально подлагивает. Короче говоря, подведем итоги. Повторюсь, многие спрашивали, стоит ли покупать наборы раннего доступа. Ребята, покупать наборы раннего доступа на данный момент стремно. На самом деле стремно, потому что просто ты не знаешь, чего ожидать. Ты не знаешь, как поведет себя издатель, как поведут себя игроки. Ну, вернее, как поведут себя игроки. Мы прекрасно знаем, что если дюп есть, то им будут пользоваться. Это наши ру-комьюнити. Дюпать будут. Вопрос в том, как это будет наказываться. Это самое главное. Лаги есть. Да, они как бы не глобальные, не критичные. Но проседы фпса малоприятные. Вернее, я бы сказал, даже вообще неприятные. Тут уже зависит от вас, готовы ли вы это терпеть. Если вы терпели это в Блесе, то в Икарусе вы это вообще не заметите. Потому что в Блесе было ужасно. Здесь не так страшно. Касательно самой игры. Она неплохая. Она обычная. Я же говорю, я сделаю отдельно роликом обзор именно Икаруса. В чем его особенности. Что он из себя представляет и так далее. Но я бы посоветовал, наверное, не покупать наборы раннего доступа. А просто, если, дай бог, все будет с игрой хорошо на открытом бета-тесте. Захотите, купите себе просто VIP-аккаунт, премку. И будете просто качаться. Вот и все. Это моя рекомендация. То есть, я же говорю, на данный момент я не советую вам ничего покупать. А просто советую дождаться открытого бета-теста. И после там будет. Вот как-то так, ребята. Это, так сказать, анаболевшим. То есть, пока что... Повторюсь, я понимаю, что это ЗБТ. Что это не открытый тест. Это тем более не релиз. Но пока что, вот, ЗБТ проходит с морем косяков. И больше всего смущают даже не сами косяки, а отношение издателя к этим косякам. То есть, косяк вроде бы нашли, починили. А то, что в игре дисбаланс появился, это мало кого волнует. Голда надюпанная, шмотки надюпанная. Это никого не заинтересовало. То есть, ну, так и оставили. Как-то так. Так, пишите, что вы думаете по этому поводу, ребят. Ваши комменты обязательно посмотрю, почитаю. На этом пока что все. Обзор будет отдельно. Посмотрите. Ну и, собственно, будет видно. Ждем ОБТ. А там уже посмотрим, что и как. Всем удачи. Всем пока-пока. Не жалейте лайки на это видео. Рассказывайте друзьям. Подписывайтесь на канал. Тут много чего интересного. Всем удачи. Всем пока-пока. Играйте только в самые хорошие игры.